ПЕСНЯ ПЕСНЯ Чего-то? Что, пришли? Как здорово тебе? Здорово тебе как? Что, пришли? С какой вестью? Деденка, мы тебе тут маленько денег принесли. А к нашовичку быть не просили? Да теленка еще привели. Так ведь моего крестника в рекруты забирают. Антивку. Да? Ой, горюшка, мать и горюшка, как она ступила для нас. Ах, что ж? Господи, как и переживем-то это мы. Ой, Антивку, как чувствовала, что плохо будет. Пусть всех собирают. Надь, как следует проводить парня-то. Надь, накормить? А будем сейчас стол собирать. Солдата, кто-то не больно там накормят. С головы не уморят, но и досы-то не накормят. Ой, господи. Ой, господи. Какого беда. На хлеб, соль, супостата нет. На хлеб, соль, супостата нет. На хлеб, соль, супостата нет. На рыба, боже, и тиковку супостата нет. О, парень. Давай. Что будем собирать стол? Да как я на него проплюсь. Надь, ведь уж все сделать. Как положено. Господи, я буду поделать. Ой, что, мать, тут тебе было еще три заболездах ставь. Сейчас поставим все. Что? Господи, говорят, у меня какого-то. За мужика добыл, да и за взрослого. Да что, парень, это у меня делал. А тиковка ведь, ты, да, как тебя сейчас убил. Господи, это у меня. Ой. Ой, беда. Все растворются. Посидите еще, братилки, рядышком-то. Ой, ну-ка, так давай. Ложки эти там есть ли? Наливай-ка им хоть пиво-то. Давай-ка им, архангел. Великой, грозной, моя вода всех небесных сил. Спаси и сохрани мою детишу. Спаси и укрой его от всех бед да от всех невзгод. Господи, отведи его тихо пристанише. Спаси его от ветра буйника, от стрелы летящей, от метеорозящего, от ворога злобного, от злого человека, от лихого зверя. Ты сидишь там высоко на самом высоком облаке, рядом с Господом Богом. Спаси и укрой его своим крестом. Давай-то где ребята-то прибежали или нет? Как я без тебя дожить-то буду? Ай, мало-мало, меньше. Где ребята-то побежать-то пришли? А что, Марья, они типушку ту в армию забирают? Ведь такой парень хороший, да ведь скромный, да красивый, да работящий. Да. Надолго ведь заберут, так попрощаться ведь пришли. Ак, Надь, Надь, попрощаться-то. Ак, если какая девушка-то? Ак, была, уж была, дроллился с Дарьей Пашкиной, с Красного-то. У меня Василия ведь крестный, так сватов хотели уж засылать. Ну вот, неудовалось. Ак, уж ноняя девке-то, Надь, другого жениха искать. Ак, да. Долго служит, так не дождеться она. Ак, девка-то по-рато работящий, что говорят. Да и ядреная дока. Ак, я, наверное, ночью-то сватов к ней пошлю. У меня ведь тоже парень есть. А руки те рабочие как нужны. Нужны? Ак, найду сегодня ночью-то пошли на сватов-то. Жалко. Ак, давай, дочи, благословляй, сыночка-то. Ак, девушка, пойди ко мне, пойди, дороги мой. Вставай-ка тут, как отца твоего благословляли. Господи, Матерь Божия, Святая Богородица, Защити мою го сыночка, укрой го своей святою ризою. От всех бед в поле, везде, в путях, во всех гостях. Защити его от пули боевой, от стрелы громовой, От всех напастей, от злого человека, От лихого зверя. Спаси и сохрани его своей святою ризою. Господи, антипушку, отцауй-ка иконушку-то. Да вставай, парень, от тебя благословила. Иконку-то забери себе в шелгасе. Да держи, как тебе будет, то скриво, то скучно так. На, парень, поцелуй икону ты же. Заверни платосик. Я ведь уж не доживу, ведь двадцать пять удобных. Последнюю готовочку тебе собираю. Господи, благослови. Господи, без таланицем, то я тебя благословила. Господи, готовиться. Парень, давай, дружечка. Давай. Давай, гостолушка. Да строй, дай бог тебе, дорогой. Хорошая служба-то. Ой, растушнёхонька. Вон, дебушка, пора ехать. О, парень, растушнёхонька, я тебя жалею. Ой, как ты, боже, я тебя за не увижу. Ой, парень, мой парень. Ой, жёнки, как я жить-то буду. Будя, давай, Будя. Будя, у тебя их много. Вон ещё надо малого поднимать, не убивайся. Давай, пойдёмте. Пойдёмте, котевки. Пойдёмте за бабушкой. Оля, Оля, Оля. Пойдёмте. 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 Батьку-то твоя года не наслушалась. Ой, родиво моё, ой, сынотик, атипушка. Ой, прости, мать, ой, прости, родиво. Ой, сынотик, ой, прости меня, прости меня, родивый. Вставай, вставай, вставай. Поезжай сбоку. Ой, мне, я тут надо, мать, подавить, прости меня. Вставай, вставай, вставай. Ой, да голосочку-то твою гомить, я не наслушалась. Ой, родиво моё, счастливой тебе дороги, Антипушко. Ой, ну давай, Вера. Ой, ребята, пуди, давай, пуди. Ой, родиво. Ну, Антипушка, мы верой правят царю Отечеству, а наш род грезь не топчет. Ой, дорогой, служи, давай, да не подводи нашу ту деревню. Да. Прости, Антипушка, прости. Служи, царю, батюшке, служи Отчизне, не позорь наш род. Баба, Антипушка, прости, не позорь наш род. Не забывай нас, в деревне не забывай нас. Горька ты, горюшица. Рушай. Как и дели, гуржаточки, как я тебя жалела, парень. Не думаю, что более, наверное, не увидимся. Ну-ка, давай, храни тебя, Господь. Уйди, давай, там ждут тебя, брат, я тогда. Ну-ка, давай, брат, служи Отчизне, исправно. Господи Богу. Продолжение следует... 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 У меня иногда беспорядка такой разговор был. Мам, скажи, пожалуйста, а что самое страшное на свете? Чего вам надо бояться? Она всегда говорила, самое страшное – это хранить своих детей. А что такое мама счастья? Она говорила, вот когда сидите, вы все сыты, здоровы, все вместе, все в жизни своей как состоялись, как человек, неважно, кем ты будешь. Главное, чтобы ты был внутри крепок и чист душой. И тогда вы сами будете счастливы и нас сделаете счастливы. Ну что еще не рассказать? Почему мы пришли к этой теме? Давайте мы не будем, а давайте дальше будем продолжать наше представление. И вот на основе вот этих всех рассказов, воспоминаний, в эти дни Великого Поста, в Страстную неделю, мы захотели вам показать небольшие отрывки из той жизни, когда война только-только заканчивается и как женщина дальше борется за свое существование в жизни. Какими мыслями они живут, какими ожиданиями. Что самое главное еще, хочу отметить, что ведь в те суровые времена, сами понимаете, немного разрешали молиться, ходить, все это как-то пересекалось на корню, все священнослужители тоже призывали в одно место. И, понимаете, и женщины в горе, в радости всегда от себя поддерживали песни. Потому что как раз пришел тот пласт людей, которые еще и не знали молитвы-то, и мы не знаем по-хорошему молитву. Только что начинаем учиться этому, как маленькие дети. Ну, ладно, сейчас мы будем вспоминать. Итак, 1945 год. Май месяц. Весна наступила. У нас здесь на севере в этот день, в этот седень, очень солнечный, но страшно люто-холодный. Тул северный ветер. Река уже вышла, лед прошел, вот как у нас сейчас идет. Но было бездорожье. Никуда не уехать. Выходили на горы, на горку. Ребятишки отогревали ножки свои холодные. Ведь носить даже нечего было. Кто-то там. И радовались весне, и ждали пароходы. По пенеге шли пароходы, курьеры Быстров. На чешке сидели на крыше, кто первый увидит. Курьер вез людей, а Быстров какой-то груз. И ввозил груз. Этот груз тоже вырузили женщины. И вдруг пришла весть, которую все ждали уже 3 недели. Уже 3 недели пошла, как Красная Армия была в Берлине. Поэтому все знали, что не сегодня, завтра будет грузение пароходов. И вдруг пришла весть. Все. Все. Конец войны-то. Война-то замерение. Вы представляете, что случилось? Как старшие наши поколения говорят. Такой радости, такого слезда, эмоций, такого патриотизма не бывало у нас. Ведь все вышли на улицу в этот день. Кто мог ходить, ползать? Все. Горе, слезы, песни, радости. Но все в одну минуту было выплеснуто. Люди добрые! Дождались! Дождались! Убили, наконец! Убили! Желткие люди, ребята! Пойди-то замеренье! Ну, нет, пойди-то! Господи, ура! 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 Попередайте тоже! Замереть! Определять не поскудите! Скажите нам, что в деревне думите! Парень краски везде повесили! Замереть его это! Замереть его! Не плачь, мать! Не плачь! Все, Оля, хватит! Хватит! Ой, то пели мы дамошку! Ой, мы попели! А какая она, как, с гармонистами? Ань, когда спрошена, на войну мы туда оставили? Да. А, пи, язык он нам начёл? Только шёпка! Замереть его! По трутовейку! Катерина засимай! Скоро дай ней! Тире нана-тире на... Тире нана... Тире нана-тире нана... Тире нана-тире нана... ПЕСНЯ 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 А жура у меня, дома сырая, земля. АПЛОДИСМЕНТЫ А это вот старший мой дядя, надежа моя, первый помощник был, не выявил его, танкиста, вот карточку с газеты послал, со своим экипажем. Наградили их медалями за мужество, а потом уже в феврале 42-го и сгорел в танке. Какая смерть-то так страшна. А это ведь средний наш сынок, он далеко сынок, такой москвой талантный так продулся. На гулянках-то девки все бегали за ним. А вот жениться-то таки не успел, побит на Зинянинских высотах Ленинградской области. Хороший. 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 Хороший, похоже, дороги. Я такой жюн, оченьala, сынок. Я так, позже вылечуя, не выкарабкался, полгода какого-то в чужой сторонке лежит. Все глаза по-югу, выплакала бы. А эта опять дочушка Санюшка, тоже ведь сама нагрузилась. Вот он взяли санитаркой. Она ведь раньше в школу так хорошо на душе ходила, любила. Так и сразу их взяли. На Северном фронте воевала, где-то под Североморском. Так нас пара с них погибла. Тоже нету, никого нету у меня тут. Ой, как уж, как уж я громким-то голосом налевела, На воскресе я посидела. А кого вы маменьку-то свою да покинули? Уж ничего-то вы у меня-то не спросите и ничего-то не скажете. Теперь только, бывая на том свете, с вами встречусь. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты Аплодисменты Ну-ка пойди-ка у меня посидим во дворе Давай, иди ко мне садись Сейчас я уже эту пельгорку делаю Без плюшку тогда не шо иду, а уж на принцепные Ну посиди, посиди Уже я скамейку налажу Садись на лужку Посидим, потолкуем с тобой Давно не видала тебя Все сердце во время войны то Все сердце наторвало А смотри, как ходит война А ведь война там началась Как мужиков на фронт повезли, вся деревня плакала, стонала, в гормошки-то играли, пели, а мужики-то прощайте, не вернусь, я уже все забыла, ничего не помню. А после ушли мужики, осталась одна работа, и в поле работы и на спотном дворе, и в лесу-то работы по уроку. А робить-то кому, у одни жонки, до робятишка, до старики, никого больше не было. А к лесу-то еще в лесу, а еще весной-то лес-то сплавляют, а к каждому участок вот видят, еще надо жонкам-то идти, вот сохли, плевно-то надо сталкиваться, по коленам по воде проводили, а парафон-то идут так, приходят быстро с боржой-то так, выгружать-то сами-то жонки легче, мешка-то надо тащить, вот так робили. А я вот была председателем, а власть-то у меня какая была, только требовать больше, с себя-то с них, а у меня была одно оружие, но только слезы-то дожалось, больше ничего не было, А как приду, возьму-то, робятишка-то голодный, похоронка-то приду, да не до чего тут все-то плачут, что-то причитают, и все. Но, наверное, все уж пережили, так уж, может, лучше жить-то будет ведь, да. А поди-ка меня возьми, даже в деревню твою одну, возьми-ка плачут у меня, у меня ведь Петер уже было, ой, или лес стоял. Петер, Ваня, Гришка, Егор, Степа, всех помню. Да? Я бывала рожать-то соберусь, в котором обнял дом, думаю, как их накормить-то его путь, а потом, как за стол-то рассадить. Ведь все пропозначно, у него семья маленькая была, она себя дана хозяином, сделала стол, дана единственного сына. А меня в домах взяли, как я засыпала рометами, да. А что старших-то не говорю, тех уж война села. Три похоронки на году пришло. Вот ведь как по мне война-то проехалась. А давай мне плачь, работать с опытной домикой, да. А что вот за старших-то невольно. А мало этого, Степанушка, тот ведь при мне был. Тот со мной был. А как не уберегла? Я только не уберегла парня, да. Хорошо, встретились мы с тобой. Да, хорошо, что я тебя увидела. Пять года, пять, все, нахлынула. Ложусь и вставаешь с кем-то. Тотсю себя. А как бы я раньше у Финюшка на день-два уехала в лес, вот так парень-то был бы парень. Да, парень-то. О, господи, у меня ведь все ребята тут хороший гелес нашли. Ребята здоровые, такие боевые. А такого не было. Ну, тисто золотом. Не парень, а тисто золотом. День Федоков, он был опомерт. А уши в лес, и грибы, и ягоды, и все вон. Дрова и вода, мы с деткой не знали за год. Все сам встанет за стойку. Тут пила только зыкат. Его не видно. Вот какой был. От этого его стороне-то меня избило столько. Давай не плачь. Да. У меня там сердце-то подорвалось, потому что я все плакала с вами, да все переживала. Так что успокойся, жить надо. Вот слушать вот этот, как я парня-то не берегла. Это его стороне-то сбило меня стулок. Я то как-то какой-то день долго задержалась. Дома-то что-то до белого свету. Так-то ведь затем из избы, потом и в избу. Робят-то видишь, только через раз в неделю, я думала, видишь, в лицо-то, вот какой нутро били. Все для фронта, все для победы. Все пришла, думаю, да. А то задержалась за шкей, то зашла на пол. Кровь на плевнах-то. Господи, это будет хуже от Тунести. Я обратно избу. Ребята кто за глаз бегают? За хлебают? Молти, а? Девка и парень молти. Я говорю, это ведь его хорошего слови. Надо к доктору. Тут Петя-то повинился. Мама, это я. Господи, парень. Ах, котина, это какая-то шо он? Он уж самый красивый, не красивый, с лица-то небоской такой. Я говорю, беда, Петька. Ой, Степушка, беда с тобой. А сама-то думаю, вот беда-то, вот беда-то. Что делать-то? А, опять же, он мне и говорит, какой-то день в школу не пошел. День сходит до 3 дня дома лежит на лавке. Тяжелое год уж было. Я приезжу, он говорит, с Ася на уездила, тоже поздно пришла. Он говорит, мама, сегодня птичка прилетала. Он мне и я, говорит, лежу на лавке того кошечка. Лежу, прилетела птичка. Села на сколотер, да и тук-тук. О, кошечка так. Что ей надо было? Не знаю. А я у Бога вот это думаю. Так у нас не одна птичка прилетала. Предупредить, готовься поэт. Вот, беда, я тогда в долг то не взяла. А как ты вот на свету то кровь то увидела. За хлебом то поняла. И да, и догадалась. Господи ты, я очень побежала к бригадиру, знаешь? Знаю. Мам Павел Игоровича, бригадир ты был-то, где тебя где-то не было, тоже было на совершении. А нехороший человек, что он был. Крикливый, через слов. Матюк. Я Павел Игорович, мне в район съездить в больницу, в Талик-Бурат, бле. Он мне говорит, что ты мать, бери мать, через час чтоб не было тебя здесь. Бле. В лес и все, точка. Я говорю, нет, ты и правов не умеешь на меня так кричать. Повезу, парня, да и все, дай лошадь. Он меня войной давай статкнуть. Видит, война не помогла. Он мне бух в ноги-то. Что ты, Афимюшка, говори? Парень-то твой бува, прокатается какую неделю. А мне, говори, за простой то лошади режь, парня. Решка, решка. Что ты? Малому и старому говорили, внушали. Вы в лесу то не робите, а в лесу битву ведете с врагом. Да, все, все до капли, все для фронта, все для победы. Все знали это, что всем надо робить. Я думаю, ребята, что делать-то бригадир в лес посылал. От мамы надо ехать. Ребята, видишь, и надо ехать туда. У меня еще все, ребята, тоже имели. Так вот. Пошел, ребята, слушайте. Поехал опять. Я сама родюханька. Я оставил. Хоть хлеб, но бы немножко увидеть. Сейчас ведь начнешь рассказывать. Как вот так говорят, без хлеба всю зиму. Да. Без крошки хлебной. Все. До зернышка. До зернышка. Да. Да. Вот ведь. А что про хлеб говорить? Картошки-то досы-то не было. Картошки не было досы-то. А только капустного листа. Так ты? Петров в день? Нет. Какой день? Укров в день, осень. Вот через тот лист. Ну, капустный. Полин-то весь простык. Прибегает из школы, говорит, мама там на колхозном-то капустнике лист собирает. Нам его тоже надо. Какой день? 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 Вечером домой прихожу. На колхоз. Вся изба полна листу. Натаскал парень. Кто натаскал? Не най? Спрашивает. Не налился? Он как-то сидит, укрыто мою. Случилось листов, а он на пяти лежит. Только стук стоит. Зубок на зубок не попадает. Да, весь простык. Сама знаешь, как на колхозном капустнике в нашей будке по грязи со снегом ходить. Весь простык-то. А я думаешь, и нету. Рада. Мне с утра ведь два сухаря давали на один. Я думаю, подержу Степушку-то. Подержу. Он был у меня. Он такой и тяхнешь. Охлебного-то не видит. Так вот. Я как-то приезжаю. Совсем парить-то ходу. Я сухари-то на стол высыпала. Степушка, родимый, поеди. Говорю, поешь сухари, то хоть все сразу съешь. Господи. Он, говорит, взял сухари. Вот двумя руками поднес. Роту-то разбрызть-то не может. Мама, я тут. Он, говорит, вену. Ну так шла. Я больше ни кушать не повела. Он не ушел. Все, какие были тряпки. Все собрала, а? Я говорю, в санки положила. Стреляйте, убивайте меня тут. Повезу парню в район. Доктору. Не довезла. Не довезла парню. Знаешь, это место-то. Предка по городу-то тут. Пусть я нету. Спуск от. Лественница-то стоит. Помнишь? Он меня побогорелый. Он мне еще, говорит, Мама, будем краем-то подлежать. Ты мне покажи, что ведь нигде не было парню. Да, 9 лет прожил. Нигде не было кроме своих деревьев. Сегодня видал. Я говорю, Степушка. К краем-то подлежал. Ты, говорю, будешь не глядеть-то. Да, мама. Я вот от ляпки тут выдвинула. Его приподняла. О, мама. Какой район вот у нас красивый, светлый. И все. И все. И все. И пусть я спустил. Тут у матери на руках не помню. Ой, не знаю, что бы сонный дом не было. Ой, не знаю, Николай, как бы тебя встретила. Хорошо. Ой, я бы так бы наверно вся тут и завернула. Стужа-то была. Господи. Деревья ромала, брёбла разрывала, вот как остужа стояла, а ты, голубушка, у нас первая пяти дельница была, ну как похоронка, приди пока, она тут как тут, она уж тут как тут первая была, у нас всегда помогала, я сам это, а как мы сильно разревемся, на работу пить не можем, она и пожурит, и по ругам, да, по ругам, посылает тоже на работу, да вот эта работа вам говорит, что ли вашим ребятам на фронте нужны ваши слезы? Ну и говорит, вы нет робки, джонки, всё вот так вот, вы держались, а сейчас, да, народу нету, вы говорите мне, дочка там, мама, как ты, успокойся, ведь стёпушку война съела, я говорю, нет, голубушка, если бы я бы пораньше спохватилась, она свезла, говорю, в больницу, ну и за старше это невольно, я не ответяю, да, а за молодого-то надо было уж убилить, с собой, с собой. а когда и кончится твое причитание нет, никогда не кончится покуда сердце материнское живо никогда не кончится до конца века не кончится это скучно, меська порой ой, жить одно ой, да поскучнее то, что он не идет то, где так нело скучнее то, что он не идет то, где мило Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Степана, я тебе везу, у меня дочка-то уехали в лес, а куплю их девать-то, а куплю тебе, да, Китоковска, посинги-посними, ну, я пока вот туда поступлю, по ей снимай, все, у меня все, вставай, не следи себя, хорошо, ага, ушла, вот у нас были, о, есть его шаг, хорошо, хорошо, давай, доставай, у меня там еще есть, о, глядите, там еще Артемушка идет, бабушка, я тебе на воды принялся, о, спасибо, голубеюшка, спасибо, голубеюшка, спасибо, Артемушка, сама-то ведь теперь ей поводу, да, не могу, Господи, ой, вот, ребята, все, да, куколками-то играет, А ты, Василисушка, что это, пригородилась, бывало нам какую песенку споешь, ведь у нас много знаешь, ну-ка, пойдем посудим На муроской дорожке, целяла три сосны, со мной прощался, милый, до будущей весны, он клялся и божился, а ну меня люби. Мы дали нас в сторонке, меня не позабыть. О, какая ты молодец! О, какая ты молодец! Ну, ребята, какую песню другу, вы тоже знаете? Ну как? Давайте споем Катюшу. О, Катюшка, ну-ка идите-ка сюда все. Бери свою букву тогда, иди-ка тоже сюда. Споем так, ну-ка, иди тихонечко. Давайте тогда. А все это, верим, будем петь, все вместе. Ну-ка, походи там сзади. Хорошо, все пойти. Расцветали яблони и груши, Похлыли туманами над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на кругой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на кругой. Выходила, песню заводила, Простит новость и заводила, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Пой ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем свет, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет. Пусть он с деревьев бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он с деревьев бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Рассветали яглони и груши, Попыли туманы над рекой. Выходила на рекой душа, Нам настолько верим за собой. Выходила на рекой душа, Нам настолько верим за собой. Давайте поиграем в чудес. О, ну-ка давайте вставайте, Давайте на дружку. Иди сюда тоже, иди сюда. Ну, что вы? Тетёра шла, моковая шла, Кот за леденью, кот за каменью, Сама кошка, как и тень провела, А в воскресенье водитку еще стопила. Тетёра шла, моковая шла, Кот за леденью, кот за каменью, Сама прошла, как детей провела, А после него детёры шаста бела. Ну-ка все, давайте посидите, Как видите, сейчас тебя, Поиграть еще тут. Вот так. Артемушка, Помнишь ли, как у тебя Саша, брат, пришел в свою дыду? О, молодой, Постой я готовлю, а будто вся мне дамя пришел и говорил, Ой, хорошо, с каждым поздоровается за руку, а вас все по головушке поплали. А потом и говорит, ребята, я вам победу принес. А вы на него плетите, плотно-то глазами, ничего не понимаете, у вас угромного нету, то есть бы. Получите все. А он ведь угадался. Достал вам буханку до хлеба из мешка и говорил, Робята, вот ведь как победа-то выглядит. Да ведь я всю-то буханку разрезал, да вам ведь всем раздал. А вы скорее всего запихали, да попольнился. Вот счастье-то какое. О, ели. Ой, а ведь потом долгий шаг хлеба победа избавит. Так вот. И еще, может, и Моня зовет. Зовут. Я тоже победы хочу. Ах, шо? А ты хочешь, Леоня? Угу. И Василиса мучала. Так, в общем, глядите-поглядите. Ну как, я теперь вам принесу. Левушка. Левушка, да, это победа. Я могу как-то победа. Вот. А кто верит в нас, всегда победа-то будет. Ой, ребята, ну положайте победу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Идут, идут! Ну-ка, Артём да Себастьян, побегайте-то! Помогите матери только, Куша, не распрягай! Ну, они все там пристали! Ну-ка, Каша, ешь давай! И маланок тебе можно и походить! На море, на море Да на сеньём На море Да на сеньём На море Да на тихой За море Да на тихой За море Плавали И гуси Бебеди Плавали И гуси Бебеди Да Серые Малые Утицы Да Серые Малые Малые Утицы Просили И гуси Бебеди Просили И гуси Бебеди Просили И гуси Бебеди Бого Милого Милого О Livest Я Спаского Они Году Доброго Они Году Доброго Они О них хлеба дошло до... А материнская таблица со дна морского достанет и от сверху спасет. Сама материнская таблица, сама благословила именем Господнем, Христом Животворящим, на все текущие ваши лета, на добрые дела, от ныне и до века, от самой земли до неба. Есть крест креститель, есть крест хранитель. Спаси и сохрани всех от всякой болезни, от всякой людей напасти, от всякой приятностей. По правому по ангелу, по левому по ангелу, а надбойное новое сам Иисус Христос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наш вечер памяти подошел к концу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я по именам девушек своих назову. Галина Волкова. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша старейшина, ровесник, не знаю, но еще, она участница тех военных событий, много чего нам рассказывала, мы еще не все рассказали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Главное по пению у нас Екатерина Кобылина. Благодаря ей. АПЛОДИСМЕНТЫ Главный солист у нас Людмила Литунина. Первая помощница у Катерины. Главная артистка у нас Ольга Клеватина. Анна Завернина. Заварнина. Зачем у нее была фамилия Асабулина? Это мне проще. Веркулка. Заверни, как у меня просто говорили. Наша главная воспитательница детей Мария Францова. И дебют наших детей Севастьян Францов. Эмилия Францова. Василиса Власова. АПЛОДИСМЕНТЫ И наш главный мужчина теперь Артем Масов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Идите в Пасху, в Киевку. Там будет программа весула. АПЛОДИСМЕНТЫ И наше руководение Елена Севериан. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.